давненько я не выкладывал мотобудни два с половиной года прошло надо исправляться последнее время начала нового сезона уже у меня не вызывает таких эмоций как раньше прям радости как по молодости уже не испытываешь мне кажется даже некоторые мои коллеги и то больше радуются когда видят что я пересел на мотоцикл но это все было в 2019 году последний полноценный нормальный я бы сказал сезон для меня начну пожалуй с традиционной рубрики которая у меня неизменно присутствует в каждом выпуске о том как многим водителям плевать на мотоцикл отдельный момент когда автомобиль со знаком инвалид пытается в тебя перестроиться хочется пошутить что он ездит и вербует в свои ряды временная разметка у нас тоже штука очень опасная далеко не все видимо в курсе что это такое мне зачем она нужна поэтому едут тупо прямо я об этом помню и всегда на чеку мне иногда пишут в комментариях что ты сам виноват что тебя все не видят висишь типа в мертвой зоне специально и я вот с трудом представляю как мне нужно двигаться куда прыгать постоянно чтобы у всех без исключения отражаться в зеркалах я понимаю что в этот момент аутлендер меня скорее всего не видит зеркало и для него правая полоса пуста но моя то в чем здесь вина я иду со скоростью потока держу дистанцию и вот лично я не знаю что в такой ситуации делать мотоциклисту кроме как тормозить или маневрировать здесь фокус перестраивается в левые ряды в зеркало меня не видно я вижу его маневры и в общем готов к тому что он может прыгнуть в мою полосу бывает действительно ситуации когда водитель но объективно не мог меня увидеть вот здесь куга начала перестраиваться одновременно со мной не он меня не видел не я его но скорость моя была заметно выше чем у него и я успел уже жахнуть по тормозам потому что он мог полностью закрыть мне полосу в таких ситуациях у меня никаких претензий к водителям как правило нет кстати подвох при перестроении можно ожидать не только от автомобиля но и от мотоцикла с попутным транспортом все эти перестроения и подрезания кажутся вообще не опасными на фоне того что могут сделать те кто едет тебе навстречу столкновение с поворачивающим налево или разворачивающимся автомобилем в разы опаснее и когда неожиданно со встречки тачка начинает маневр очко сжимается не кисло так вот кто знает заметил он тебя и пропустит или поедет налево как ни в чем не бывало лично меня конкретно бесит вот такие повороты налево передо мной хочется останавливать и идти вершить самосуд именно такие дтп приводит гибели мотоциклистов это можно сказать классика водитель повернул налево и не пропустил двигающийся навстречу мотоцикл последнее время на дороге довольно часто попадаются яндекс мобили если кто не в курсе это автомобиль из системы автономного управления да там сидит человек на всякий случай готовы взять управление но в целом автомобиль управляется самостоятельно с помощью радаров лидаров и камер с одной стороны немного грустно что это будущее не за горами лично для меня управление автомобилем это все еще в какой-то степени удовольствие не хочется его лишаться а с другой стороны я очень надеюсь что с их помощью получится убрать с дорог хоть какую-то часть неадекватов и мудаков надеюсь что робот за рулем не будет чудить и бесоебить как многие наши сограждане хотя кто знает не появятся ли какие-нибудь альтернативные прошивки для этих роботов где-нибудь в гараже но согласитесь ведь робот например не забудет ночью включить фары хотя они ему скорее всего и не нужны он не будет включать в солнечную погоду задний дворник я периодически встречаю таких водителей и пытаюсь им об этом сказать хотя жестами довольно сложно показать работающий задний дворник дворник и сзади выключите со светом тоже когда вижу что машина едет даже без габаритов как в этой ситуации лексус справа пытаюсь как-то дать понять водителю и вроде как женщины должны понимать намеки гораздо лучше мужчин но с автомобилями это не работает как не тыкай пальцами фары они не понимают смотрят на тебя в ответ как на идиота который непонятно что от них хочет мужики скорее всего поняли бы в чем дело но женщинам бесполезно делать намеки какие-то знаки давать в этих ситуациях они понимают только слова девушка а вы в курсе что у вас габариты сзади не горят вообще нет у вас свет-то включен но сзади ни одна лампочка не горит так что вы проверьте что поработает габариты нет я периодически задумываюсь почему у нас такая низкая культура водителей за рулем почему столько людей ездит как мудаки у меня нет точного ответа на этот вопрос есть несколько предположений только может потому что они не видели что можно как-то по-другому у меня в голове довольно сильно поменялось мышление на этот счет после того как я поездил за рулем по европе за пару недель настолько привыкаешь к порядку на дорогах к к адекватности и я не раз замечал за собой что за рулем веду себя но не типично для наших людей например в этой ситуации я вижу разметку который говорит что с левого ряда можно только налево и перед и перестраиваясь вправо встаю в хвост очереди и делаю это машинально вообще не задумываясь хотя знаю что за перекрестком также две полосы и если бы я остался в левой то без каких-либо проблем мог поехать прямо никому не мешая но нет по разметке только налево значит налево а народ наш как видите вообще не заморачиваться на этот счет думаете хоть кто-нибудь с левой полосы повернет да ни хрена все поедут прямо я кстати не могу назвать их всех мудаками потому что ну они поехав прямо не как мне и другим машинам из правой полосы не помешали в этом эпизоде аналогичная ситуация мне нужно прямо я вижу что это разрешено из двух правых полос и ухожу правее хотя на мотоцикле никому не мешая мог бы поехать прямо вообще из любой полосы думаете двух левых полос люди поворачивают только налево ну да да вот хаммер стоит в крайне левой и что повернет он налево конечно же нет он едет прямо каен из второй полосы тоже едет прямо и я думаю что там дальше наверняка такая же история у нас в определенном смысле уникальные люди я ни в какой другой стране пока не встречал ситуацию когда тебе могут предъявлять претензии за то что ты пытаешься соблюдать правила дорожного движения претензии от тех кто едет не по правилам и у меня есть показательный пример с которым я сталкиваюсь практически каждый раз когда куда-то еду есть у нас городе вот такой перекресток здесь похоже на круговое движение но знака соответствующего нет поэтому это не круговое движение разметка тут немного подзатерта но в целом понятно где пунктир и как выглядят полосы насколько я разбираюсь в правилах движение должно осуществляться следующим образом с левой полосы круга можно повернуть налево или проехать прямо с правой полосы круга можно проехать прямо и уже потом уйти с нее вправо а заезжать на круг снизу нужно только с левой полосы а справа можно только поворачивать направо во всяком случае так велит разметка перестраиваться конечно тоже разрешено но по всем правилам включив поворотник и пропустив тех кто слева вот таким образом я обычно проезжаю этот перекресток и на машине и на мотоцикле здесь идеальный случай потому что никого нет все остались позади как же едут многие водители они с левой полосы едут прямо конечно же про поворотник речи не идет они же не считают что перестраиваются и с правой полосы тоже едут прямо это первое нарушение дальше с правой же полосы многие пытаются повернуть налево что тоже в общем нарушение и по моим наблюдениям так делает около половины тех кому нужно уйти влево так вот к чему это я потому что когда я пытаюсь проехать перекресток по правилам и из левой полосы въезжая в правую полосу круга то мне периодически сигналят те кто едет справа от меня ну и тоже пытается ехать прямо в этом уникальной ситуации люди нарушают и недовольны теми кто старается следовать правилам дорожного движения и вот пример на этом же перекрестке белый пассат хотел проехать прямо что ему разрешено а красная бмв со второй полосы поворачивает налево естественно водитель пассата недоволен и сигналит бмвшнику грустно это ну да ладно давайте сменим тему у всех же есть определенная категория на дороге который бесит больше всего у кого-то конкретная марка автомобиля например бмв у кого-то может быть каршеринг наверняка есть люди которые больше всего ненавидят мотоциклистов на дороге у каждого свое лично у меня в последнее время на первое место в этом рейтинге вышли таксисты подборочка будет довольно длинный за два с половиной года у меня прям накопилось и да я при озвучке стараясь матом не ругаться но когда за рулем особо себя не сдерживаю поэтому дальше проскакивать нехорошие слова а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На мой взгляд, то, что таксистам разрешили ездить по автобусной полосе, довольно спорный момент. Очень часто они едут справа до упора, до перекрестка, а потом из-за них не могут люди повернуть направо. Этот же перекресток, поворот из крайнего правого налево, не редкость. Потому что проехал всю пробку по автобусной, а потом нужно налево повернуть. Почему все спокойно стоят в очереди на поворот, и именно таксист влезает перед этой очередью, да еще и стоит тупит на зеленой? Вопросы к таксистам имеются не только, когда я на мотоцикле. Да вы охуели, блядь. Вы знаки видели? Одностороннее движение? Да. Давай, дебилки. Где мы на раконах не можем? Ну, мы можем тебя побить, да. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Про адекватность некоторых маневров можно и не вспоминать Вылез вправо, объехал другого таксиста, подрезал и встал перед ним Что там в голове происходит, загадка Или здесь, таксист выезжает из двора, перестраивается через две полосы влево, чтобы, да, повернуть потом направо Да, это, кстати, был Питер Кто узнал выезд на Московский проспект, мое почтение И не только у меня к ним претензии Таксисты все такие Таксисты Кто? Таксисты все такие Мудаки Ну, видишь, как стоят? Ну, вот я, правда, не соглашусь, что прям все Неправильно так обобщать Но то количество, тот процент таксистов, которые на дорогах творят всякую хрень На мой взгляд, очень высокий И я не могу для себя этого объяснить Единственная моя гипотеза заключается в том, что большинство таксистов Это приезжие И, наверное, многие из них учились водить на осле Другого объяснения я придумать не могу Доходит даже до того, что, когда я вижу машину Которая проехала на красный Потом развернулась там, где это запрещено В моей голове сразу возникает мысль Наверное, это таксист Просто не на рабочей машине сейчас Повторюсь, я не утверждаю, что все таксисты такие Это не так Встречаю и вполне адекватных водителей Спасибо Спасибо В этом эпизоде я сначала было подумал, что опять таксист что-то творит Встал в левой полосе МКАДа и поток тормозит Но когда подъехал ближе, увидел, что парень снял котенка с бетонного отбойника И положил в багажник Жму руку Молодец, чувак Человеческий поступок Так, оставим таксистов в покое Я часто показываю в своих роликах чужие косяки И было бы лицемерием не делиться своими Я тоже человек Тоже в каких-то ситуациях ожибаюсь или бываю неправ И я не боюсь поделиться своими косяками Вот уже знакомый вам перекресток с круговым движением Время 7 утра Я только выехал Можно сказать, еще не проснулся до конца Подъезжаю к стоп-линии И по привычке смотрю на светофор для тех, кто едет перпендикулярно Так проще определить, когда начинать готовиться к движению Когда начинает моргать зеленый им Можно включать передачу Значит, скоро загорится зеленый тебе Думаю, многие так делают Ни для кого это не секрет И вот я смотрю на этот светофор Наверное, не особо сосредоточено Вполне возможно, я в мыслях был где-то в другом месте И тут включается зеленый И вот тут произошел сбой Я чисто машинально Ну, зеленый же загорелся Включаю передачу и трогаюсь И в этот момент боковым зрением вижу Что и перпендикулярный поток тоже тронулся Понимаю, что что-то не так Смотрю на светофор И только в этот момент понимаю свой косяк Стоял потом на этом перекрестке И говорил себе Ну ты мудак Так же, наверное, думали и те, кто видел меня со стороны Вот еще один эпизод Я еду домой Вроде никуда не опаздываю Машинам загорелся зеленый Они трогаются светофора И мне захотелось объехать поток Эти две-три машины, которые были передо мной Открываю посильнее газ Перестраиваюсь на свободную полосу И мотоцикл довольно быстро ускоряется Где-то до 120 И в какой-то момент я понимаю Что не успеваю объехать каризму Что поворот уже слишком близко И наши траектории вот-вот пересекутся А даже если бы и успел То с такой скоростью я просто не смогу повернуть Бахаю в оба тормоза И успеваю погасить скорость где-то до 30 Что меня, в общем-то, и уберегло от столкновения Теперь без замедлений, с нормальной скоростью Очканул я, конечно, знатно После таких ситуаций мысленно бьешь себя по голове И думаешь, ну куда ты нахрен спешишь Все равно успеешь Надо сказать, что такие моменты отрезвляют А заставляют задуматься Довольно часто на машинах встречаются Различного рода наклейки И когда попадается что-то подобное Хочется спросить у водителя Ну что за понты? Тоже мне джип нашелся Кем ты себя возомнил на своей тундре? Откуда такая самоуверенность? Вот такая наклеечка уже интереснее Непосвященным может показаться Что просто матом на транслите написано Но тем, кто в теме, кто знает откуда это пошло Им, наверное, понравится такой юмор Надпись на жилетке уже довольно заезжена Но улыбку все равно вызывает Кто не знает язык, я переведу Написано Если можете это прочитать Значит, дама свалилась А мне больше всего вот такой юмор нравится Повесить велосипедное колесо на крузак Вместо запаски Это тонко Уже не первый раз встречаю утром этого товарища И каждый раз улыбаюсь, проезжая мимо Это была плавная такая подводочка Чтобы сказать несколько слов о велосипедистах Я не так давно сам открыл для себя велосипед И иногда даже удается вырваться ночью Чтобы покататься по Москве до рассвета В сумме я уже больше полутора тысяч километров на велике накатал В общем, кое-какой опыт появился И я дальше буду говорить о велосипедистах в третьем лице Хотя сам им в какой-то степени являюсь Велосипед, согласитесь, удобная штука Ты вроде как полноценный участник дорожного движения С тобой должны считаться водители автомобилей Пропускать даже в каких-то ситуациях Но при этом далеко не всегда велосипедисту обязательно соблюдать правила дорожного движения Красный свет, например, он же для автомобилей и мотоциклов, правильно? Зачем велосипедисту стоять и время терять? Руку поднял и все Я, правда, до сих пор не понимаю смысл этого жеста Может кто объяснить в комментариях Или вот знак Движение на велосипедах запрещено на рублевке Кто на эти знаки смотрит? Вообще пофигу Никто же не оштрафует велосипедиста, правильно? На велике можно легко и просто переехать улицу под любым углом в любом месте Главное поймать момент, когда машины рядом нет Ну или просто по зебре проехать, не слезаясь с велика на красный свет Тоже можно Хорошо хоть по сторонам смотрит и притормозил перед машиной А ночью вообще отдельная тема тех, кто ездит без света Видишь велосипедиста? Нет А он есть Без света, не слезая с велика, переезжает дорогу по диагонали, да еще и на красный Как думаете, долго он так проездит? А здесь все внимание на X-Trail и велосипедиста Чувак не захотел слезть с великом, чтобы перейти дорогу и результат вполне закономерный Не хочу строить из себя святого, я тоже на велосипеде бывает нарушаю Но я, будучи автомобилистом, прекрасно понимаю, где какие риски могут быть И, конечно, всякую дичь не творю, чего и вам советую В тему к велосипедистам можно и самокатчиков отнести Эти ребята тоже на дорогах стали удивлять все больше и больше Тоже удобно, права не нужны, ну, во всяком случае, были не нужны, когда я снимал эти кадры При этом штука эта вполне свободно едет 70 км в час Тут хоть у парня какая-никакая защита имеется Шлем, куртка, а многие вообще без всего гоняют Не все, конечно, самокаты такие грозные и быстрые Попадаются вот такие забавные штуковины Кто-то может мне объяснить, что означает вот этот джесс чувака в шортах? Что он показывает полицейским? Давайте я еще раз покрупнее и помедленнее сделаю В последнее время довольно часто встречаются всякие информационные щиты, касающиеся мотоциклистов Государство стало прям заботиться о нас Рекомендации дают, когда стоит сезон закрывать И когда едешь, и природа тоже тебе так хренак, листик на ветровик Намекает, мол, Димон, давай, слезай уже с мотоцикла А потом утром едешь, видишь, что на машинах снег лежит Думаешь, да, наверное, и правда пора Особенно в дождь и около нулевую температуру Ощущаешь себя вот как эта собачка Стоит, поджав лапу, смотрит по сторонам и думает Что я тут вообще делаю на этой улице? Ну и в общем, перед зимой я обычно отмываю тщательно мотоцикл, заправляю полный бак и ставлю его в гараж под чехол Но в 2019 мой сезон не закончился как обычно Так получилось, что в конце декабря я получил ключи от новой квартиры И так как жить я в ней пока не собирался То решил загнать туда мотоцикл на зиму Чтобы сделать небольшое ТО Подготовить его к новому сезону И к путешествию, которое я планировал на 2020 И как-то так одно за другое И небольшое ТО превратилось вот во что Я раскидал, наверное, половину мотика Обслужил все, до чего смог добраться Почистил, смазал, поменял, починил Все, что требовалось И даже заколхозил себе новый свет Поставил диодные линзы И другой диодный дополнительный свет на дуги Свет стал он очень даже неплох Так, это ближний свет Только ближний Это только противотуманки Это ближний с противотуманками Вот дальний Ну и дальний противотуманки Все вместе В общем, зима была не скучная Я укладывал ребенка спать И приходил, ковырялся с мотоциклом Иногда даже до 3 часов ночи И самое обидное то, что после этого ТО Я ни в путешествия не поехал Ни даже толком на работу не поездил За 2020 год из-за ковида Я проехал на мотоцикле 304 километра А за 2021 всего-то 235 Вот такие мотобудни Спасибо, что досмотрели до конца Постараюсь, чтобы это было Не последнее мое видео на мототему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!